Виктория Боня Мексиканские хроники. Сегодня мы обсуждаем самые горячие темы реалити-шоу «Каникулы в Мексике». Сегодня в программе психоз на пикантную тему. Что вы на делаете? Мы зашли. Горячий конкурс на деньги. Почему Женя продолжает игнорировать Никиту? Человек себя показывает со вчерашнего вечера не с лучшей стороны. Понять эмоции наших участников и объяснить их поступки нам помогут специальные гости, независимые эксперты. Роман Свалов. Психолог. Закончил МГУ факультет психологии. Практика 7 лет. Специализация семейная психология. Алексей Николаев. Астролог. Свой первый гороскоп он составил 5 лет назад. Специализация совместимость супружеских пар. Дарья Миронова. Экстрасенс. Лицо русской экстрасенсорики. Практика 23 года. Специализация межличностные отношения и предсказания будущего. Хочешь высказаться в прямом эфире? Не упусти свой шанс. Стань народным экспертом. Для этого нужно всего лишь зайти на сайт проекта и сделать все, чтобы на тебя обратили внимание. Дерзай, Амиго. Каждая серия каникулы в Мексике – это большой знак вопроса. Что будет с нашими участниками? Кто сойдется, кто разбежится. Но самый главный вопрос, который со вчерашнего дня терзал всех поклонников шоу – беременна ли Амина? Кошка. Тест на беременность. И что ли? Я вообще не пойму. Это не смешно вообще-то. Что они безумно делают? Что с ума сошли? Письмо было адресовано всем девочкам, но бурно на него отреагировала лишь Амина. Амин, это не для тебя было. Вот для кого? Это для всех девочек. Девочки, вы предохраняетесь, Алена? Это типа всем девочкам. Взрослые люди, в общем, 25 лет, 26, а взрослый человек. Предохраняться мне или нет – это мое личное дело. Естественную заботу организаторов шоу Амина восприняла как личную обиду. Хотя, как по мне, это тест – верное решение. Пора расставить все точки над «и». А что скажет астролог? У каждого человека сферы жизни делятся на дома. Так вот, продолжение рода и творчества уживаются в одном доме. Именно поэтому актрисам или представительницам других творческих профессий часто приходится делать непростой выбор между детьми и карьерой. Что касается личной астрологической карты Амины, для меня совершенно очевидно, что в ближайшее время детей у нее не будет, так как ей суждено заняться творчеством. В чем именно она себя проявит – это другой вопрос. Но однозначно не в роли мамы. Но кроме Амины беременной может оказаться и Полина. Пойти, что ли, проверить? Вот тебе было такое, что сейчас 20 дней задержки? Было такое? Блин, это полный пипец. Но уже совсем скоро все выяснилось. Я хочу панервировать Вэлла. Мне хочется посмотреть его взгляд на эту, допустим, проблему. Ну, типа, там, детей, семью заводить. Потому что мужики очень боятся. Они только под каким-то напором определенным, они раскрываются, начинают говорить об этой теме. А что же Амина? Внимание, барабанная дробь. Вот, все набралось, эта штука полностью. Потом закрываешь, и она впитается за 5 минут вот так. А, нет, все, видишь? Ну, это показывает, что ты не беременна. И ладно, сейчас хочу вторую сделку. Признаться, я этому даже рада. Хотя сама Амина кажется разочарована. Амин, а ты готов вообще сейчас иметь детей? Ну, как бы, вот в данную минуту. Как даю, Сави, сейчас. Ну, я как женщина тебя спрашиваю. Не их женщина? Да. Да, я готова. Она расстроилась на самом деле. Я расстроилась на самом деле. Может, хотя бы слова экстрасенса слегка успокоят Амину? Всегда следует помнить, дети – это дар свыше. Если сегодня Боженька вам этого не дал, значит, так и должно быть. Амина даже не подозревает, что от нее отвела судьба. Вернее, кого. Женя – это не ее человек по жизни. С ним у нее только слезы и душевные терзания. И вне шоу, когда начнутся реальные проблемы, станет еще хуже. А кто захочет растить детей в такой нездоровой обстановке? Так что не стоит грустить. Вдобавок, могу сказать, что через пару-тройку лет Амина встретит очень хорошего парня. И с ним у нее будет ребеночек. А то и два. Соглашусь, всему свое время. Дети – это огромная ответственность. И некоторые из наших участников уже родители. Но откровенно я не вижу, чтобы кто-то из них был к этому по-настоящему готов. Я не готов с остатком. Но я думал, что еще для меня не время. Предположу, что рождение детей на проекте – совсем не то, ради чего все это организовывалось. Нужно четко понимать, где игра, а где реальность. Хотя, если разобраться, вся наша жизнь – игра. И все мы в нее играем. Есть только две вещи, которые происходят в жизни не понарошку. Люди умирают, и женщины рожают. Вот это да. Это по-настоящему. В этом ключе факт того, что Амина оказалась небеременна, можно воспринять как сохранение тонкой грани между реальной жизнью и игрой. К счастью, сегодня тест показал одну полоску. Но пусть это станет уроком для всех. Двоим не стоит рисковать там, где на кон поставлено благополучие третьего – вашего ребенка. Все это сплотило нас. Как будто мы слились в едином борге в какую-то. Я – идеальный мужчина. Елисей игнорирует все советы друзей. Ты же наш почерпал. Да. А мы продолжаем обсуждать самые горячие темы реалити-шоу «Каникулы в Мексике». С детьми разобрались, можно и деньги заработать. Мне интересно, сможете ли вы за 30 минут растопить не очень большую глыбу льда, используя лишь тепло. Следующее, следующее. Следующее. Еще. Да! Терли-терли, терли-терли. Давайте. Давайте проводим. Низу-за всем. А потом еще немножечко потерли и... Нет. Достали! Прошло всего 17 минут. Вы за 17 минут растопили все на гульдах. Итак, сколько вы заработали? Ребята, 150 тысяч! Сколько? Итак, вы заработали 150 тысяч. Я вас поздравляю! С чем я, ребят, и поздравляю? Наконец-то они доказали, что хоть что-то они умеют делать вместе. Все это сплотило нас, как будто мы слились в единоборгию в какую-то. Даже скажу, изначально было холодно, а потом стало горячо. Потому что чем больше ты трешь, ближе к деньгам, понимаете? Горячее, горячее. Скажите, горячо! Горячо! Конкурс с использованием льда был очень кстати. Кое-кому давно пора остыть. Можешь ходить в такой-то, хочешь? Такая звезда. Что значит звезда? Ну, ка-ка, звезда. Ты сейчас меня вывел. Елисея несет не по-детски. В который раз испытывает терпение Ксюши. Ты не видишь, что она переживает? Давайте все. Ты нервничаешь, она переживает. Зачем ты вот заставляешь ее? Ты видишь, что тебя, то есть, ей ты не безразличен, за тупок. Я тебе скажу, по джентльмински себя веду, по ласки, по добрее, по нежнее. Чего ты вот устраиваешь в цирке? Я идеальный мужчина. Ну и самомнение у некоторых. Все отстой, один я, Д'Артаньян. На это есть что сказать экстрасенсу. Елисей игнорирует все советы друзей и даже знаки судьбы. Он так зациклен на себе любимым, что не хочет никого слышать. А между тем прислушиваться есть к чему. Сегодня это просто игра. Но завтра в реальной жизни ему придется очень туго. Уверена, из-за своего характера он уже не раз получал по голове. А сколько еще получит, не сосчитать. Судьба имеет форму спирали. И с каждым повторением ситуации виток становится все шире. А наказание жестче. Чтобы вырваться из порочного круга, человеку нужно постараться. А. Осознать свои ошибки. Б. Поменяться. Елисей, к сожалению, пока что даже не на первой стадии. Меня не устраивает твоя в чем-то грубость. Тебя не устраивает мое отношение к сексу. Да. Если тебя как бы со мной больше ничего не держит, то тогда нам лучше... Давай, до свидания. Да, понимаешь? Потому что если ты... Ты мне говоришь. Нет, я говорю... До свидания. Я тебе говорю, Елисей, не делай сейчас ошибок, пожалуйста. Каких ошибок? Ого! Ничего себе заявление! Неужели Ксюша серьезно? Спросим у нашего психолога. Ксюша ведет себя непосредственно и вполне естественно в предложении расстаться с Елисеем. Похоже, в такой ситуации ему стоит серьезно воспринимать ее слова. Елисей постоянно балансирует на грани фола в отношениях с Ксюшей. Пожалуй, сейчас настал момент, когда ему стоит обратить на это особое внимание. Это не первое предупреждение Елисеев. Уже даже не звоночек, а целый колокольный перезвон. Не слышит его разве что глухой, ну или не совсем умный. Тем временем, но в другом конце виллы появилась новая интрига. Как всегда, с подачи Амины. Что ты думаешь на счет этой Жени? Что она переключилась полностью на этого? Может быть, она тактику сменила? Да. Она всем говорит, что все было забытой. История, крылья-ля-ля. Она пела, что это ее новая тактика, чтобы ты немного расслабилась, пыль в глаза тебя пустить, но потом она будет атаковать Вэллу. Можно проверить ее. Амина даже не подозревает, как она воздействует на людей, как умеет зажечь и повести за собой. И это не случайно, ведь под знаком рыбы рождены такие известные люди, как Альберт Эйнштейн, Юрий Гагарин, Михаил Горбачев. Каждый из них совершил настоящий переворот в своей области и повлиял на умы целого поколения людей. Ее быт дар на благие дела. А так, все ее идеи полные чуши от себя тела. Ты же знаешь, почерпала? Да, конечно. Ну, поделать можешь? Ну, да, постараюсь. В этот раз Амина додумалась накатать фиктивное письмо. Привет, Евгений. Неужели ты так быстро переключилась на необузданного Никиту? А ко мне чувства угасли? Если я тебе еще нравлюсь, приходи в красном. Да. Если я все еще тебе нравлюсь, приходи в белом. Мне белым. Неудивительно, что Женя быстро все выкупила. Мне простили не говорить, что я никому не показывала. Полиночка, Полиночка. Глупенькая дурочка. Врагу не пожелала бы оказаться на месте Полины. Полиночка. А мне нет, у меня с нами же стены. Ну, полный, полный. Че? Че такое, можно посмотреть? Да, можно даже почитать. Привет, Евгения. Неужели ты так быстро переключилась на необузданного Никиту? Если я тебе все еще нравлюсь, приходи на ужин в белом платье. И накрась губы красной помадой. В руки возьми персик. Это будет для меня знаком, что ты готова к серьезному разговору после ужина. О письме никому ни слова. Поклоняйся мне, пожалуйста. Полиночка, это такой детский сад. Да ладно. Этот тайм Полина явно проиграла. Гол в свои же ворота. 1-0 в пользу Жени. Может, психолог подскажет, как вырулить из этой ситуации? Да. Интрига идет за интригой. Однако не всегда каждый из участниц сможет до конца просчитать исход той или иной ситуации. Уж слишком много личностных факторов следует принимать во внимание. Слишком разные люди собрались на проекте. И у каждого свой способ реагирования. Не стоит давать оценочное осуждение в адрес каждой из девушек. Полины, Амин и Жени. Кто из них умница, кто дурочка. Каждая из девушек поступает в соответствии со своей внутренней мотивацией и системой ценностей. И она у каждой из них правильная и оптимальная. По линии, чтобы вернуть свои баллы и исправить положение, можно посоветовать продолжать гнуть свою линию и быть последовательной выборной стратегией. Полин, да ты просто Амина должна была своей рукой писать. Я бы на месте Жени, ну... Хотя... Я бы на месте Жени оделась. Придумала Амина, но опозорилась-то Полина. Это лишний раз доказывает. Всегда нужно жить своим умом. Впрочем, кое-кому слишком много думать тоже вредно. Такое можно себе накрутить. Все подробности далее в программе. Можешь накинуться, расцеловать, сыграть со мной в родео. Погнали, вот так сделай. Он по жизни летчик-испытатель. О, жарко! Для тех, кто к нам присоединился, в эфире «Мексиканские хроники». Мы обсуждаем самые актуальные темы дня. У одних все близится к концу, а у других – самая романтика. Я проснулся часов восемь. Нарвал цветов. Вот, букет. Сорвал все самые красивые цветы, которые я нашел. Три вида. Женя на седьмом небе. Только персик заметила. Еще и цветочки. Первое, на что я обратила внимание, это лежал персик. А потом только он сказал, говорит, ты больше ничего не замечаешь. Я такая, что? И там, смотрю, там букет цветов стоит рядом. Спасибо тебе большое, очень приятно. А Никита? Стоп! Что не так? Можешь накинуться, расцеловать, сыграть со мной в Родео. Порядка вот так сделает. Как-то мимо пролетела, ударила стенка и улетела туда. Нет, улетела точно в щечку. Нет, не долетела. Улетела, полетела. Абсолютно. По-моему, Никита сгущает краски. Прошло-то всего ничего. Два дня до одно свидание. Дал бы девчонке время привыкнуть, привязаться. Такой она игрок, конечно, вообще. Если так, по чеснокам. С утра элементарно я принес цветов, она даже их не заметила. Делаю выводы. Делаю? Я тут ни за кем не бегал, не буду. А я тоже не бегаю ни за кем. Человек себя показывает со вчерашнего вечера, не слушая стороны, один на один. Сухо я показываю, что это неправильно, что мне что-то не нравится. Если человек сам не догонит, то, ну, значит, до свидания. У Никиты большие ожидания. Как и все водолеи, он личность незаурядная, со своими тараканами в голове. Он по жизни летчик-испытатель. Привык забегать вперед и витать в облаках. Он придает большое значение знакам и очень болезненно реагирует, если партнер их не замечает. Женя, наоборот, земной знак. Девы консервативны. И никогда, как говорится, тяжелый шар земной так просто не уплывет под ее ногами. Для Никиты его поступок – это целое откровение, чуть ли не признание в любви. Для Жени же просто цветы и персик. Приятно, но ничего больше. А что, думал, подсуетился с букетиком и персиком, и тут же девушка пойдет у его ног? Чтобы завоевать наших красавиц, нужен не один букетик и несколько ящиков фруктов. Если у меня сразу вот такого не возникло, прям такой близкой симпатии, прям вообще, чтобы прям ага-га, ну вот, то значит, это со временем может прийти. Нет, скорее всего, со временем не придет. Я же не говорю, что ты плохая, я не говорю, что ты там это. Просто здесь нет такого парня, с кем бы ты реально... Хотела построить прям вот такие вот отношения. Да, пока что такого нет. Куча обвинений, и все это в первый же день создания пары. Еще и Ромы зачем-то приплел. Я даже больше тебе скажу, я не удивлюсь, если на выборе и голосовании она поддержит, например, тебя. Не знаю, я никаких поводов вообще не давал ей. То есть при друзьях она вот так все классно, так все замечательно, там он мне цветы подарил туда-сюда, а на самом деле все так сухо. Спасибо. Так, воздушный поцелуй. Она с утра встает, ничего не увидела, она пошла, накрасилась и первым делом говорит, Слушай, я пойду в башню схожу, узнаю, как у Ромы дела. Бедный Рома, весь день кто-то что-то ему предъявляет. Как по мне, ни того Никита опасается. В этой схеме не он ему соперник. Какой-то такой флирт с Веллом. Он идет, и это видно, и я это сама замечаю. Ну вот, но при этом, при всем, как бы мне спокойнее, вот у меня на душе спокойствие, когда я с Никитой. Потому что он мужик, вот у меня с мужиками спокойнее. Никита не чувствует уверенности в завтрашнем дне. Он беспокоится за свою судьбу на церемонии. Для него благосклонность Жени – это гарантия ее поддержки. Так сказать, его проходной билет в следующую неделю. Но девушка не спешит его выдавать. Она сама не знает, чего хочет, но наверняка не желает, чтобы на нее орали и выдвигали необоснованные требования. А Рома здесь вообще ни при чем. У них с Женей нет ничего общего. Зато Велл, он хоть сейчас из Полины, но вероятность создания пары с Женей у него гораздо выше, чем у Ромы. Пришел вечер, но не принес Никите облегчения. В баре на конкурсе танцев он вообще был не при делах. Вместо того, чтобы ныть как баба весь день, взял бы свою женщину в охапку и показал бы ей, кто здесь настоящий мачо. А что думает наш психолог? Никита вовсе не оказался на отдел на конкурсе танцев, как может показаться. Он как раз занял позицию наблюдателя, чтобы еще раз оценить свои шансы и понять для себя, насколько он востребован. Одним из мотивов его поведения может быть желание, чтобы девушка сама провела интерес к нему, потешив тем самым его эго. При этом он сам демонстративно отказывается от активных действий. Странное дело получается. Заметь, этот конкурс словно отражает реальное положение пар на проекте. Взять хотя бы Никиту и Женю. Пока его девушка отжигает с Ромой, Никитоз тусуется в сторонке. Елисей и Ксюша слились сразу, в начале конкурса. Тоже, чем тебе не знак. Елисей и Ксения, к сожалению, вы покидаете наш танцпол, но вы продолжаете танцевать. Итак, мы продолжаем танцевать. За ними следом поле и Вэл. Хотя без Жени не обошлось и в этот раз. Дальше всех продержались Эрик и Жаклин. Но победа досталась. И победитель! И победитель! Амина и Джексон! АПЛОДИСМЕНТЫ Вы стояли, победили Джексон и Амина. Так неужели это совсем не идеальная пара, самая крепкая на проекте? Тут есть о чем подумать. Но это уже завтра. АПЛОДИСМЕНТЫ Столкнуться с чужими интригами и выстоять. Вот главная задача на завтра. Если, конечно, вы сами не станете их инициатором, тогда вас ждет другая опасность – быть разоблаченным. Вообще, Марс в Скорпионе не дает спокойно жить никому. Кое-кого не оставят сомнений и старые обиды. Жажда, мести вновь выйдет на первый план. В любовных отношениях есть опасность впасть в эгоизм, когда собственный интерес ставится превыше желаний любимого человека. Это грозит конфликтами, вплоть до разрыва отношений. Девы будут активны, попытаются вновь заполучить свое. Водолеи на грани нервного срыва. Тельцы, как всегда, притягательны. Рыбам будет не хватать искренности. Весы получат какой-то бонус. Овны окончательно запутаются. Львы проведут прекрасное время с любимым. Ну а скорпионы могут стать жертвой чьих-то недобросовестных планов. Завтра ребят ожидает день полной забав и развлечений. Хотя не обойдется без инцидентов. Кое-кто из участников не умеет радоваться жизни и получать удовольствие здесь и сейчас. Они, как лошадки в шорох, бегут и не замечают, сколько прекрасного вокруг. Не ценят то, что дает им судьба. От этого страдают и заставляют страдать тех, кто с ними рядом. Кое-кто доиграется и получит последнее китайское предупреждение. Вообще, следует уделить особенное внимание знакам. Любой презент, любой сюрприз, приятный или не очень, что-то означает. Не нужно игнорировать его. То, что сегодня кажется шуткой, завтра может обернуться вполне серьезной угрозой. К сожалению, предсказания не дают ответов на все вопросы. Остается только подождать, и ты сам все узнаешь. Найдет ли Никита путь к сердцу Жени? С кем или с чем останется Рома? Даст ли Женя спокойно пожить Веллу и Полине? Как Элисей достанет Ксюшу? Поверят ли ребята Джексону и Амини? И кто главный претендент на вылет? А на сегодня все. С тобой была Виктория Боня. Адиос!